Я выбираю жить в Каиле Я выбираю жить в Каиле Как найти работников? Сколько платить? Как удерживать? Куда уходят мастера? Этими вопросами современные бизнесмены и предприниматели задаются очень часто. И не важно в каком бизнесе вы работаете, эти вопросы всплывают каждый день. Сегодня четверг, 19.00. Я вас всех приветствую на канале Detailing Alarm. По плану должно было быть видео с Мерседесом. Но поскольку у нас подряд идут все видео, посвященные мойке и разным автомоечным услугам, я подумал, что таких видео уже много. Видео с Мерседесом снимем на следующей неделе. А сегодня мы поговорим и затронем очень важную тему. Поэтому, как обычно, усаживайтесь поудобнее, заварите кофе или чай, возьмите блокнот, ручку и мы начинаем. Самый частый вопрос, почему у меня в руках телефон? Потому что в заметках я пишу план видео, который мы снимаем. Все везде разбито по полочкам, по тезисам, чтобы видео было информативным, сжатым, дельным, хорошим, классным. Анонс видео. Виды кадров. Есть несколько основных видов кадров. Основная боль. Я не знаю, кто мне нужен. Я не умею четко ставить задачи. Я не умею принимать отчетность. Используем следующие площадки. Авито, соцсети, знакомых, клиентов. Вы притянете ровно такой персонал, как вы сами, зачастую ниже развития. Мы разберем этот пункт. Пункт важный очень. Дождитесь его. Людей надо искать. Обученных. В редких случаях учить. Надо всегда доучивать и перестраивать под специфику вашего бизнеса. Шестой пункт разберем. ЗП. Оклад. Оклад плюс процент. Оклад плюс доп. дела. Оклад плюс сверхплан. Интересный пункт. Седьмой. Способы удержания. Развиваем все вместе. Карьерный рост. Энергетика команды. Сложные схемы и так далее. Классное будет видео. Восьмой. Сотрудники уходят. Открывают свой бизнес. Терпят провал. Поиск лучших зарплат. Поиск лучших условий. Сотрудники. 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 Я думаю вам понравится это видео. Потому что в нем на самом деле мой опыт и все то, что я уже понял и выучил за все эти годы. Основные три вида. Работа искателей, соискателей, кадры, сотрудники и так дальше. Первый вид. Самый классный, самый качественный. Вот на него всегда делайте акценты. Таких людей берите сразу. Это те люди, которые ищут компанию, в которой они смогут развиваться, зарабатывать, совершенствовать свои навыки и тем же подымать и развивать компанию. Это самые ценные кадры. Второй вид сотрудников. Это те сотрудники, кому надо просто пристроить свою попу. Вернее жопу. Просто ее пристроить. Где-то она должна быть, чтобы там платили. Желательно бы ничего не делать, чтобы еще не ругались. Чтобы просто вот было хорошо. Это второй вид сотрудников. И третий вид сотрудников, самый распространенный, это те, кому просто нужна хоть какая-то работа. Вот чтобы где-то было, вот я устроюсь и уже хорошо. И мне уже классно. Это основные виды. Пункт два. Основная боль. Я не знаю, кто мне нужен. Я не умею четко ставить задачи. Я не умею принимать отчетность. О чем это говорит? Если вы не знаете, кто вам нужен, вы такого человека не сможете найти. Если вы не четко прописали задачи для того сотрудника, который нанимаете, он не будет знать, что ему делать. Вы не будете знать, за что у него спрашивать. Он не будет знать, как ему сделать работу хорошо. Он не знает, что у вас в голове. Он не понимает. Люди все разные, все мыслят по-другому. Взгляды у всех разные, понимания разные. Даже один и тот же рабочий процесс можно сделать по-разному. У вас свои ожидания, а у сотрудника свои. И вы не совпадаете. Он вас не понимает, раздражается. Вы его не понимаете, раздражаете. Для того, чтобы вам нанять сотрудника, вам надо конкретно прописать должностную инструкцию, схему, техзадания и так дальше. Для чего вы берете? Опишите точно, как должен этот сотрудник выглядеть, его внешний вид, где он должен жить, сколько ему требуется времени на дорогу, что он должен знать, какие функции он должен выполнять, что значит для вас хорошо сделанная работа, что значит для вас плохо сделанная работа, что значит план, как его выполнять и так далее. То есть вы конкретно должны понимать, кто вам нужен, что он должен делать и как он должен делать, чтобы сотрудник взял этот лист и он точно знал, что от него требуется. Потому что на этом моменте возникает очень много непониманий. Зачастую работодатели, они как? Ну я возьму кого-то, чтобы кто-то за меня сделал то-то, то-то и ждут, и ищут. Человек приходит, не знает, что делать, а вы от него что-то ждете. То, что вы ждете, только у вас в голове. У того человека, который пришел работать, у него абсолютно другие мысли. Если для вас я сижу на ступеньках возле МГУ, а для кого-то я вообще сижу возле общаги где-то, все по-разному смотрят на картинку и думают, точно так же и на сотрудниках и о работе. Этот момент берите во внимание. Где искать сотрудников? Во-первых, их надо искать. Я сейчас не рассматриваю, вообще не рассматриваю моменты, которые любят многие, это тырить хорошие качественные кадры из других компаний. Я такими делами не занимался, не буду заниматься. В основном я сам выискиваю хороших сотрудников, которые ко мне приходят. Где же я их ищу и как я их ищу? Всем известная площадка Авито, всем известные соцсети. У каждого человека есть большой круг знакомых. У каждого предпринимателя есть круг клиентов. Все эти люди могут вам найти хорошие ценные кадры. Вам надо конкретно прописать, кто вам нужен, и вам надо использовать все ресурсы. Поверьте, у каждого предпринимателя, у каждого начинающего стартапера очень много возможностей подтянуть к себе хорошую команду. Это просто надо брать сейчас и делать. Вот прямо сейчас. Вы смотрите это видео, вам надо тот блокнот, который вы ранее взяли, туда надо записать. Я завтра или сегодня вечером начну искать хорошие кадры. И вы это сделаете, а не отложите это в длинный ящик, который никогда потом не закончится. Я не надеюсь, что этот пункт поймут все, но тем не менее он должен быть, он должен быть озвучен. Вы притянете ровно такой персонал, как вы сами, зачастую ниже развития. Сразу же скажу, очень многие боятся нанимать к себе в компанию. Не важно, это детейлинг, либо у вас другой бизнес, либо вы цветами занимаете, либо вы дома строите. Не столь важно. Предприниматели боятся нанимать сильный персонал. Они думают, что если человек умнее, он сразу же все поймет в вашем бизнесе, он сразу же побежит открывать такой же бизнес. Это ошибка. Люди очень часто не могут притянуть такой персонал, потому что если человек не умный, непорядочный, неграмотный, неразвитый, он не может притянуть к себе хорошие кадры, потому что эти кадры ему не верят. И получается, что он собирает в себе команду, которая ниже его знаниями, энергетикой, мышлением, осознанием, пониманием, профессионализмом и так дальше. За счет этого бизнес не растет. Он идет вниз. Очень часто негативные люди, которые живут непорядочно, поступают непорядочно, обзванивают, пытаются перетянуть кадров, делают разные вещи за спиной. Они возле себя очень часто формируют команду, которая соответствует их энергетике, их развитию. И это получается целый клубок из негатива. В основном такие компании долго не живут. Они поднимаются до определенного уровня и с такой же скоростью быстро спускаются. Этот пункт говорит о том, что вы притянете персонал такого уровня, как вы есть. Если вы добрый, порядочный, сильный человек, у вас будет большая и мощная команда. Если говорить обо мне, о моем бизнесе, сейчас уже в штате в районе 35 человек работает. И поверьте, половина этих людей уже умнее меня в своей специальности, в своей компетентности. Моя задача уже сейчас не разбираться в каждом направлении стопроцентно и знать его. Моя задача сейчас формировать команду из людей гораздо сильнее и мощнее меня в той области, в которой они развиваются. В той деятельности, которую они делают. То есть в том кусочке команды, компании, которую они развивают. И моя задача именно генерировать много энергии и составлять теперь эту команду. Составлять эту компанию. Собирать ее по отдельным шестеренкам. На шестеренке должны быть сильные и мощные. Это фундаментальные вещи. Вот на этих вещах стоит весь бизнес. Запомните, какой вы, такая команда, такой ваш бизнес, такое ваше развитие, такая ваша жизнь. Тут все очень просто. Человек видит мир именно таким, какой он сам и является. Если он внутри позитивный, он видит вокруг только одно хорошее. Он о хорошем говорит много. Если человек негативный, он много говорит о негативе. Он видит негатив везде. Здесь не так, тут не так. Те косячат, а я классный. Эти делают плохо, а я хороший. Эта компания там ужасная, а моя компания классная. Вот эти мои сотрудники все крутые, все заряженные, все классные. А вокруг все такие, не подходите ко мне. Понимаете, я сейчас не привожу конкретный пример. Я говорю обобщенно. Все сильные, мощные, развитые, умные, они делают свое дело, сидят тихо и никого не трогают. Это сила внутри. Этот человек понимает, руководитель или основной состав команды, он внутри понимает, что у него позитив, и ему не надо транслировать негатив вовне. Чем больше позитива транслирует вовне, в общество, тем больше он получает обратно. Ты транслируешь негатив, ты получаешь негатив себе обратно. Вот вы сидите, смотрите. А у меня есть возможность прогуляться. И рассказать вам по пути что-то интересное. Конечно, нагрузочку на себя я не маленькую повесил, 8 видео в месяц. Но это нравится. Сейчас это нравится. Зачем делаю, зачем рассказываю много важной информации? Хочу чуть подкорректировать рынок детеринга и действительно внести в него какой-то вклад фундаментальный. Не словами, а делом. Поэтому сейчас много и денег, и времени инвестируем в видео, инвестируем в информацию. Создаем онлайн школу, в которой каждый сможет за доступные деньги получать хорошую ценную информацию. Вообще бизнесмен, он проходит разные пути развития. Есть этап, когда он хочет заработать денег. Есть этап, когда он хочет уже что-то больше делать, чем зарабатывая денег. Есть этап, когда он уже хочет делиться. Вот у меня сейчас этап, когда я уже хочу делиться. Потому что я эту информацию выдаю вам, получаю обратку. Мне от этого хорошо и вам хорошо. Я расту, компания растет. Вы вместе со мной развиваетесь. То есть всем здесь есть плюс. Людей надо искать обученных. В редких случаях учить, но всегда доучивать. И перестраивать по специфику вашего бизнеса. Очень редко я к себе сейчас беру на работу людей, которые не знают своего дела. Чтобы я взял такого человека, у него в глазах должен быть вот такой огонь. Он должен все делать. Он должен быть на все согласным. Главное, чтобы его только взяли, чтобы он закрепился, чтобы ему дали знания. Потому что когда ты даешь человеку знания, ты должен что-то взамен от него получать. А если он ничего не умеет, тогда получается, что ты в него инвестируешь, а не он в твою компанию. И получается большой перекос. В редких случаях рекомендую брать людей, которые ничего не знают. Лучше взять человека подороже, но уже знающего свое дело. И обязательно его подстроить под специфику своего бизнеса. У каждой хорошей и серьезной компании, не вот так вот, а у настоящей компании, должен быть мануал. Должны быть прописаны бизнес-процессы. Чем я, собственно говоря, сейчас дописываю их. Должны прописаны техкарты, обучающие листы, обучающие программы, школа и так дальше. Чтобы взять человека и быстро его подредактировать под свой бизнес. Либо собственными силами, либо силами каких-то школ, знаний, тренингов и так дальше. Поверьте, это вам окупится очень быстро. Для серьезных специалистов вам надо создавать условия. И вам надо много платить. Соответственно, вы должны генерировать много трафика. Вы не возьмете на стартап человека, который стоит 200 тысяч рублей. Потому что он у вас бюджет весь за 3 месяца сожрет. Вам надо подбирать по своему развитию, по своей силе, по масштабу компании. Если компания маленькая, вы берете хороших специалистов, но чуть более ниже. Нежели тех, у которых уже очень много опыта. И те, которые уже очень окрепли и мощные. И пару маяк, носки, и пускай начало оставляет желать лучше. Все, кто меня помнит, знают, я не был таким. А значит, и у вас получится. И все, что я хотел, это видеть зверь. В крике посчитал бы нужным жить мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. Вкруг услышав музыку, я сам себе искренне. Виды ЖП. Первое, это оклад. Это оклад. Вы сами знаете, просто человеку платишь за оклад, он сидит тебе и все. И неважно делать, он что-то не делает, оклад идет и все. Второй вид, это оклад плюс процент. Уже более лучший, на нем многие работают. Есть стабильный оклад, чтобы человек не волновался, что ему в конце месяца не выплатили, либо он не заработает. Он знает, что он в конце месяца все равно эту сумму получит. Но если, конечно же, порядочный руководитель компании. И он на нее рассчитывает. А дальше ЗП то, что он заработает. Дальше. Оклад плюс процент плюс доп. дела. У нас так работает половина наших сотрудников. Оклад. Процент от сделанной работы. И дополнительные дела, которые делает сотрудник, всегда оплачивается. Далее, четвертый вид оплаты труда. Это план. Это оклад плюс план, который мы планируем, что человек должен сделать. Это уже не процент, это отличается. Он получает процент от плана. И дальше сверхплан. Это что человеку платить, когда он выполнил план и еще принес деньги компании. Тоже рекомендую рассматривать. Пятый вид. Это проектная работа. Это когда затевается, задумывается некий замысел, новый проект, новая задумка. И в нем просчитывается заработная плата от начала до конца. Человек выполняет это все, его зарплата заканчивается. Способы удержания. Об этом думают все. Первый. Вместе развиваемся и растем. О чем это говорит? Вы берете людей, единомышленников. Их тяжело найти. Но для того, чтобы они у вас остались, вам всегда надо развиваться и развивать их. То есть подтянулись вы чуть-чуть, подтянули их за собой. Подтянулись вы, подтянули их. Если вы будете идти вверх, не тянуть за собой сотрудников важных, они будут уходить. На это обращайте внимание. Второй пункт. Удержание договорами, деньгами. Здесь все понятно. Составили определенный договор. Вы выполняете свои договоренности. Человек выполняет свои. И вы все время мотивируете деньгами. Растет зарплата. Третий. Карьерным ростом и повышением дохода. Человек растет по карьерной лестнице. И вы ему говорите, что друг, сейчас ты полировщик. Завтра ты будешь дитейлером. Через время ты будешь старшим мастером. Еще через время ты перейдешь либо в менеджера, либо в учителя. Потом в старшего менеджера. Потом в руководителя. Потом ты откроешь студию. Это все прописано. Но в этом пункте человек сам должен хотеть. Сильно. Если он не хочет, тогда это уже ситуация чуть нестандартная. Мы ее в других видео разберем. Энергетикой и командным духом. Мало кто может вдохновлять сотрудников на победы, притягивать их и удерживать. То есть тут надо, чтобы у руководителя было очень много силы создавать команду, быстро ее формировать и вести ее вперед. Потому что когда бизнес растет, развивается, набирает обороты, его начинают кусать с разных сторон. К этому содействует, способствует зависть, то, что ты все равно какую-то часть рынка себе забираешь, то, что ты многим не нравишься из-за того, что у тебя получается. Там много разных обид выдуманных. Люди тоже очень часто обижаются на выдуманных местах, чтобы просто оправдать свою бездеятельность. Это тоже бывает. И человек этот в команде, лидер, он должен быть настолько сильный, что он должен еще отбиваться от всего этого. Я не говорю, высказывается что-то в сторону этих людей, а просто внутри компании создавать настолько сильную и мощную атмосферу, что все то, что прилетает, просто отлетало. Вот это наш случай, мы по такому пути идем. То есть создается командный дух, мощная энергетика, люди вокруг меня работают, я вокруг них, и эта сильная команда реализовывает поставленные задачи. Сзади МГУ многие тут учились, многие, наверное, учатся. Я бы тоже хотел поучиться, но я смотрел статистику, что почему-то так уж выходит. Для примера возьму свой класс. Те, кто хорошо учился, сидел на первых партах, кто много всего знал, к сожалению, успех в жизни, вот на тот возраст, который у нас сейчас есть, невелик. Тот, кто сидел на задних партах, бухал, курил, матерился, их уже многих сейчас нет. А кто занимал середину, кто и не сидел на партах, первых, не зубрил все, и не бухал, и не курил, а просто знал, и был нестандартным человеком, добился уже достаточно хороших успехов. Поэтому, конечно же, МГУ не показатель успеха в бизнесе. Но такой университет многое дает. Если бы у меня была возможность пойти сейчас поучиться, я бы с радостью туда пошел. Мне очень нравится, кстати, учиться в бизнесе. Вот когда я иду на какие-то курсы, которые связаны с бизнесом, я могу 12 часов слушать и записывать. Мне это очень нравится. Не знаю почему, появилась тяга к знаниям, к обучению, куда уходят сотрудники. Очень частый вопрос. Если бизнес разбирать на детали, изучать их, понимать, все становится ясно. Первое, самое первое лидирующее место ухода сотрудников – это открывать свой бизнес. Сотрудники, которые из мастеров уходили открывать свой бизнес, 9 из 10 проваливались. Потому что для того, чтобы открыть свой бизнес, требуется другое мышление. Отлично. Мастер скажет, да я все знаю об этом деле, я все классно, я все делаю. Вот смотри, как я, я профессионал в свое дело. Да, он будет 100% прав, но он профессионал делания, он профессионал ремесла. Ремесло – это когда ты делаешь руками, зарабатываешь деньги. Когда ты бизнесмен-предприниматель, ты думаешь головой. Ты думаешь головой. Мастер уходит, и он начинает разрываться. Он и делает руками, и пытается думать головой. Но головой у него знаний и опыта нет. Что такое бизнес? Ты клиента соединяешь с исполнителем. Вот тебе бизнес. И при всем при этом ты выполняешь всякие разные пункты. Обслужить клиента он умеет, а привлечь его нет. Удержать – нет. Развить – нет. Правильно продать себя, свою услугу – нет. Правильно оформить свой бизнес – нет. Нет этих знаний. Как привлечь к себе персонал, как собрать команду – нет этих знаний. И получается, что они просто проваливаются. Они работают, как папа Карло. Если раньше они работали над дядю и получали чистыми деньгами. 70 тысяч рублей получить чистыми, без затрат, это гораздо лучше, нежели ты получаешь миллион, из них только там у тебя остается тысяч пятьдесят. Потому что все у тебя сожрала реклама, развитие, вложения и так дальше. Сначала надо пойти поучиться. А так мастер уверен в себя, заряженный. Сейчас я пойду. Он начинает делать. Людей к себе притянуть не получается. Удержать их не получается. Начинаются ссоры. Аренда всегда. Аренда – такая вещь. Ты заболел, когда ты делал руками. Ты не делаешь, а аренда идет. Проваливается очень быстро. Не рекомендую мастерам уходить так сразу. Хороший мастер договаривает со своим руководителем и расти в этой компании дальше. Не всегда то, что обещаю где-то, будет лучше, нежели то, что у тебя есть сейчас. Дальше. В поисках лучшей ЗП и условий этот момент имеет место быть. Что человек знает, что он делает хорошо, его в этой компании не растят, за ним не следят, его не уважают, не ценят. Зарплата все та же, человек уходит. Здесь все правильно. Лично в моей компании мы стараемся, чтобы каждый год как минимум на 25-30% зарплата повышалась. Либо повышались условия труда, либо человек делал гораздо легче работу, но за те же деньги. Но в любом случае человек должен расти. Только тогда он останется. Если нет, такие люди бегают. Есть еще некие такие скачки бы, наверное, я их не называл, даже не попригунчики. Была когда-то такая игрушка, которые бегают по всем, сейчас говорим именно конкретно о детеллинге, которые бегают по всем студиям в поисках лучшей оплаты, лучшего труда. Когда проходит собеседование такой человек у моего HR и дело доходит до меня, до принятия решения, я спрашиваю отзывы от той компании, где он работал. Если отзыв негативный, я такого человека не беру. Это как в детском садике, мне когда-то отец учил. Когда ты будешь заводить дружбу с новым человеком, ты спроси его мнение о прошлом его друге. И это значит, что он о тебе будет рассказывать то же самое. Говорит, эта компания такая плохая не платила, эта компания такая, это такая сякая. А ты-то какой? Может проблема не в компаниях, а в тебе? Почему ты сменил таких мест за последний год четыре? Все вокруг плохие, а ты их хороший? Вот такие люди бегают. Но есть еще маленькое количество людей, которые действительно мастера, и которым действительно, действительно компания не дает то, что должна давать за такой труд. Но их очень мало. А в основном это вот круги. Если удается такого сотрудника найти, это классно. Есть товарищи, которые умудряются, даже у близкого человека, с которым они общались, переманить такого сотрудника к себе. Оставить того человека с носом в обидах и в недовольстве и так дальше. И они думают, что они таким способом строят бизнес. Но земля-то ж круглая, все же возвращается. И вот те обиды, они все равно в карму того обидчика-то. Они придут рано или поздно. Об этом тоже надо думать. Мало кто об этом задумывается, когда строят бизнес. Они видят только картинку классную. И по этой картинке оценивают. А внутренности, то, что перед Всевышним надо будет отвечать, этого никто не отменял. И этот день настанет, это тоже надо знать. И люди меняют деятельность и пробуют что-то новое. Таких людей тоже достаточно много. Я такой выбор всегда уважаю. У меня было очень много хороших, качественных сотрудников, которые просто говорили, я не хочу этим больше заниматься. Это не мое. И они были классные. И вот когда такие сотрудники уходили, у меня есть, наверное, человек 7, когда они в де-теллинге творили чудеса, потом говорили, я просто пойду попробую что-то другое. Вот это для меня была потеря. Потому что ты ничего не можешь человеку сказать. Человек говорит, я хочу что-то другое делать. Это не мое. И это очень ценные кадры. Он все делал классно. Он предупредил тебя заранее. Он порядочный. Он показал суть своей доброты. И отношения компании говорят, я просто пойду. Я доработаю тот срок, две недели, которые надо. Я помогу вам найти сотрудника вместо себя. Я обучу его. Но я пойду в другую отрасль. Это же, конечно, потери. Вот такие люди есть. Их мало, но они есть. В поисках большого количества опыта и информации. Люди меняют компании, чтобы собрать опыт. Он уходит. Но его желательно вычислить сразу. Либо вычислить, либо с ним договориться. Много есть порядочных людей. Опять же-таки вернемся к тем пунктам, которые мы раньше обсудили разделом. Где я говорил, что какой вы такого человека притянете. Это тот случай. Что если вы нормальный, вы такого человека притянете. И он вам сразу скажет, слушай, я пришел поработать. Три-четыре месяца поработаю, все сделаю. Мне нужны знания, а дальше я поеду, буду делать свой бизнес. Это будет очень честно. Это будет очень правильно. И вы сотруднику все равно. Вы дадите всю информацию, которая есть. Он вам в ответ отработает все. Все сделает классно. И уйдет делать свое дело. Это очень классный сотрудник. Но есть сотрудники, которые под видом, я все хочу. Компания силы. Давайте работать. Вместе строить бизнес. Все круто. Все классно. Даже телефон убрал. Видите, теперь без телефона только с камерой. Все круто. Все классно. Стырит всю информацию. Все, что надо узнать о компании, чтобы сделать свой бизнес. То есть он получает некое полностью бесплатное оплачиваемое обучение. Он не платит, а ему еще платят за то, что он учится собирать информацию. Я бы вам рекомендовал очень точно общаться с кадрами. Вот к нам в компании, вот на Бережковку попасть очень нелегко. Человек проходит многоступенчистое собеседование, где на каждом пункте с ним общается, смотрят, тестируют его. В конечном итоге я этого человека тестирую. Мне надо понять, он пришел сюда зачем. 9 случаев из 10 я вычисляю этого человека и попадаю, понимая, почему он пришел. Так, для примера. У меня жена кандидат психологических наук. Живу я с ней уже 10 лет. Психология мне всегда была нужна. И интересно я в ней хорошо разбираюсь. Дальше разбираюсь дополнительно, чтобы обо мне чуть-чуть узнали. Дальше хорошо разбираюсь в энергетике. Ее чувствую, очень развита интуиция. Это в дополнение. Ну и знаю многое о бизнесе. И могу сразу точно определить, ну максимально точно определить, что за человек передо мной стоит. Это видео подойдет и тем, кто занимается детейлингом, и тем, кто занимается другими бизнесами. И людям, которые только что открыли стартап, я более чем уверен, что вы хорошо провели время. Что могу добавить? Учимся, развиваемся вместе. Всего доброго. До встречи во вторник в 19.00. Я выбираю жизнь в Каиле. Я выбираю жизнь в Каиле. Я выбираю жизнь в Каиле.